первый вопрос не кажется ли тебе что сити отдав жезуса зенченко стерлинга потерял больше нежели приобрел покупая холланда и второго чела на позицию нападающего не хорошо так альварес альварес они купили очень интересный игрок и мне кажется он просто его купили еще зимой но он просто официально летом перешел мне кажется он как раз таки под модель сити подходит лучше чем холланд но под холланд придется адаптироваться не круто не круто у нас за такое по головке не гладит когда вот такое пренебрежительное отношение к клубам вы проявляете извините мне мою истерику теперь давайте дальше поэтому вашему вопросу по первому матчу с ливерпудем они вообще вялые а сам холланд вообще ничего не понял как следствие в него вселился вернер мы же не исключаем того что тот он этот чел не заиграют короче да я хейтер сити получается ну хотя бы вы признались но мне кажется что в этом сезоне они будут хандрить и наверное в вместе с этим вопросом хорошо зайдет и следующий расскажите пожалуйста чем вызвана трансферная политика сити этим летом они взяли двух игроков а при этом распродали пол скамейки а сейчас еще бернарду силу могут продать и взять на его место по киту непонятно зачем стиль надо так сильно перестраиваться перестраивать команду которая хорошо работает про финансовые проблемы вроде никой инфы не было возможно вы знаете об этом что-нибудь да я не про финансовые проблемы скорее знаю хотя там еще пара расследований о сети ведется но я не думаю что они серьезно этого опасаются я скорее тут знаю о главном мотиве футболистов которые выходили главный мотив это больше играть в случае единственных который очень много лет был игроком с ограниченным количеством времени это в целом мотив такой а в случае остальных в случае же со стерлинга это необходимость буквально получать больше времени быть основными своих других топовых клубах для того чтобы быть основными потом на чемпионате мира в своих сборных и для друг и для одного и для другого это важный вопрос и того и другого очень высоко оценивают тренеры тита и город саутгейта но если они будут не основными и и учитывая что еще тут чемпионат прямо по ходу сезона играется у них резко понижаются шансы хорошо себя проявить на этом турнире что это даже не секрет я не помню высказался кто-то из них публично об этом но инсайд об этом из более чем одного источника всплывали регулярно когда обсуждались эти трансферы так что я не думаю что сити прямо хотел форсировать эту перестройку хотел прямо избавляться от футболистов которые приносили очень много пользы но не были на сто процентов основными это скорее желание которое исходило от них и учитывая что все зинченко стерлинг и жезус в клубе провели достаточное количество сезонов и заслужили вполне уважительного почтительного отношения кстати вот это заслужили можно говорить про многие клубы но немногие клубы ведут себя по отношению к этим футболистам таким образом как повел сити мне кажется очень хорошо каждого из них проводили и мне кажется сити просто понимал что нужно тут пойти навстречу футболистам и из-за этого затеял немножко вынужденную перестройку также некоторые элементы этой перестройки могут быть нацелены на то чтобы скажем так извлечь больше из качеств холланда например вот пришел бы кукурелли которого перехватил челси тогда можно было бы говорить о том что появляется чистый левый защитник ну и следовательно меняется по цепочке роль гриллиша допустим на левом фланге и этот левый защитник может составить более четкую связку с эрлингом таким образом заставлять ему мяч в штрафную нежели канцелу который в целом влияет на игру при этом там канцелу может например на правом фланге выходить и влиять на игру оттуда больше участвовать в продвижении мяча то есть такие опции у сити появились бы и может быть может быть перестройку вот эту скажем так перестройку не основывая перестройку ближайшего резерва они планировали использовать том числе для этого но но она была больше вынужденной чем чем осознанной что касается еще бернарду то мне кажется это из этой же оперы очень много разговоров о том что они очень просто доволен в манчестере опять же не думаю что сити особенно после такого сезона как как он выдал в прошлом в прошлом году я не думаю что сити прямо горит желанием его отпускать мне кажется он не просто игрок ближайшего резерва он основной и где-то даже ключевой недооцененный игрок сити поэтому его точно сити не хочется отпускать но возможно окажется вынужден и мотивы тут все-таки не финансовые что касается того что скорее было озвучено в таком первом вопросе где на самом деле даже и вопрос толком не было о том насколько сити будет хандрить я наверное на это ответил ответил еще раньше мне кажется ваших рассуждениях есть доля истины но они не должны быть такими радикальными но вы хоть там сознались что вы хейтер сити понятно почему они у вас радикальные правильно говорить на мой взгляд что вот это вот где вот этот диапазон неопределенностью сити действительно расширился из-за трансферной кампании из-за прихода холланда из других действий которые были приняты на рынке но в то же время не обязательно трактовать это настолько однобоко и говорить что обязательно будет хандрите а сити все еще очень очень сильная команда следующий вопрос кроме кроме увеличения фланговой игры будет ли сити увеличивать количество переходных эпизодов для холланда каким образом агрессивный прессинг больше рисков пасаха но каким образом и дальше предлагается вариант агрессивный прессинг больше риска в передачах и следующий вопрос если связь между контратакующими командами и теми где ширину создают там создают крайние защитники команды клопа который пришел из более динамичной бундеслиги либо наоборот командами где упор на позиционку ширина за вингерами то есть командами гвардиолы который пришел из более статичной ла лиги так ну простите у вас действительно очень путано сформулировано во второй части вопроса я из того что я понял не согласен с вами не согласен с тем что разница между гвардиолы и клопом на текущей стадии эволюции она настолько ощутима то есть да у клопа действительно крайние защитники больше отвечают за ширину гвардиолы иногда за ширину отвечают вингер иногда крайние защитники и в целом больше вариантов а у клопа да есть больше упор на сыгранности но в целом идеологически мне кажется эти тренеры уже практически стрелись воедино и очень сильно друг на друга повлияли поэтому эти рассуждения мне кажутся немножко пустыми что касается увеличение количества переходных эпизодов под холланда то с одной стороны мне кажется это очевидно и мне кажется что это очевидно но тут важно просто понимать что сити особенно на фоне других команд гвардиолы не скован в количестве переходов то есть они готовы играть на контратаках если есть для этого хорошие варианты если так можно продолжать атаку у них есть дебройна в качестве определяющего игрока которому это вполне удобно так что полностью играть на контратаках и вот например самый радикальный способ как увеличить количество таких эпизодов это давать мяч соперника конечно сити не будет делать но если сити находится между выбором продолжать атаку быстро либо ее замедлять то сити и сейчас на самом деле очень часто делает выбор продолжать атаку быстро и тут нужно говорить не не столько об каких-то конкретных основных ходах под холланда сколько о влиянии холланда на такие эпизоды то есть у сити и раньше возникали такие эпизоды но из-за открывания холланда они теоретически могут возникать еще чаще и вот скорее таким естественным образом в футболе сити увеличится количество переходных эпизодов а не за счет того что что-то осознанное будет сделано но осознанный шаг это больше давать мяч сопернику это самый осознанный самый радикальный шаг на который можно пойти конечно гардиола этим путем не пойдет но в целом конечно это то зачем нужно следить и то что в игре сити наверно появится но появится более естественным образом чем вам кажется как вы считаете сильно ли сити поста сильно ли пострадает прессинг сити за счетом всех летних изменений это первый вопрос из группы вопросов которые задают этот зритель я по-моему уже озвучивал это предположение но мне кажется тут то есть две гипотезы по холланду все таки это игрок который сильнее всего повлияет на изменения в прессинге сити первое то что он слишком ленивый и где-то даже такой звездно ленивые ну то есть его возможности позволяют но он где-то не дорабатывает прессинге вторая гипотеза что в дортмунде где абсолютно другой стиль его где-то умышленно берегли мне кажется есть истина и в том и в другом то есть можно предъявить эпизоды где просто-напросто холланд не добегал в прессинге это не габби жезу в плане прессинга а есть эпизоды где был явный акцент на том что его берегу для того чтобы он был в более выгодных позициях для контратака и для того чтобы он был более свежим для этой стадии как это будет у гвардиолы какие его привычки он сможет побороть это как раз таки одна из тех неопределенностей о которых мы сегодня рассуждали данные для того чтобы прессинговать конечно же у холландо просто шикарные поэтому может так случиться что вообще не пострадает прессинг сети а может случиться что пострадает но гвардиола это негативное влияние ограничить своим позитивным влиянием на рнг холландо дальше в рамках этого вопроса есть немножко путанные длинные описания которые приводят нас к вопросу про левые вы простите что я так 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 и не зачитаю их полностью и немножко вот так вот их писал но они действительно не совсем понятно я немножко стараюсь дозировать такие моменты ваших вопросах чтобы 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 у нас сохранялась степень нудности в стриме но не достигала своего пика так вот все постепенно подходит к вопросу который формулируется так левый треугольник ливерпуля может стать таким же грозным оружием может ли он стать таким же грозным оружием как легендарный правый который практически позволил команде клопа дотянуть до квадрукла в общем давайте чтобы тут быть чуть более конкретным опишем эту динамику динамику которая упоминается вопросе сейчас я выставлю ливерпуль сегодня у нас синие фишки но ливерпуль будет синим 433 каких треугольниках идет речь на правом фланге треугольником который завязан на том что салах хендерсон и тренд мог мог могут оказываться абсолютно любых позициях они постоянно меняют свою роль один из них отвечает в большей степени за созидание один за продвижение другой зал за отвлекающие рывки каждый из них могут может меняться эти роли могут варьироваться между ними но в целом есть общие склонности что продвижение это скорее тренд созидание то скорее салах рывки то скорее хендерсон и важная фишка что ливерпуль во-первых давит на этот фланг больше а во вторых что они постоянно меняются позициями что они очень вариативно ромка этого треугольника и ниверпуль очень здорово этот механизм конечно же освоил на левом фланге на самом деле еще в прошлом году вот вас видимо в суперкубке треугольник впечатлил что вы формулируете но еще в прошлом году можно было эту динамику проследить на левом фланге тоже есть треугольник это тяга алькантера это робертсон и это сейчас дес раньше содио моне разница в этом треугольнике заключается в том что он более статично не в том что футболисты стоят на месте в том что они меньше меняются ролями то есть продвижение это всегда тяга его позиция она фиксированная то есть интересно что например на правой стороне поля не всегда но чаще всего за продвижение отвечает не центральный полузащитник а тренд а тут это именно тяга и он из глубины старается вести игру часто оказывается даже на одной линии с фабинью робертсон это рывки эту роль на другом фланге исполняет чаще всего хендерсон но на другом фланге роли постоянно меняются тоже не забываем ну и наконец даже не столько созидание сколько комбинации это был моне он очень хорошо классно комбинировал с робертсоном но напрямую созидать тоже может сейчас это чаще диас который любит играть один в один но в любом случае вот дополнительный игрок это левый вингер и этот треугольник тоже очень очень хорошо развит и разница только в том что тут футболисты скорее играют на своих сильных сторонах а не на постоянной непредсказуемости тут меньше тактических извращений над не означает что меньше эффективности ну помимо того что меньше тактических извращений еще меньше этот треугольник задействовали вот вопрос может ли он стать таким же легендарным тут два ответа во первых он уже был легендарным но недооцененным в прошлом сезоне потому что если вдруг соперник слишком концентрировался на правом фланге и вынуждал ливерпуль играть через левый фланг ну по моему ни разу не было такого чтобы этот треугольник подвел они в другой манере но делают эту же работу и делают ее тоже просто-напросто блестяще просто на них меньше заточена команда второй ответ наверное все таки таким же ярким и таким же запоминающимся как право фланговый он не станет просто потому что нельзя равномерно делать акцент на два фланга ну то есть теоретически может быть такое соотношение что у тебя одинаковая пропорция атак но акцент на фланг акцентированно играть вот слово акцент но предполагает что это одна зона делать акцент на две сразу нельзя можно делать акцент на одну если ее закрывают делать на другую и дальше это другая решает но Но это было и в прошлом сезоне у Ливерпуля. А вот равнозначно, без потери качества справа, атаковать только же и через левый фланг уже не получится. При том, что связи там не менее классные, и игроки тоже очень-очень крутые. Надеюсь, ваш интерес удовлетворил. И следующий вопрос. После того, как Ливерпуль выключил Холанда, можно ли уже сейчас провозгласить Ливерпуль чемпионом АПЛ грядущего сезона? Была такая темка тоже в телеграм-канале у меня о том, и по-моему, это вопрос уже в таком немножко шутливом стиле был задан после поста, о том, как Серфио Гуэра начал всем объяснять, что Ливерпуль выключил Холанда. То есть рассказал, что к Холанду подошел Ван Дейк и сказал ему «добро пожаловать в премьер-лигу». Вот такая ленивая аналитика от великого нападающего, который, скорее всего, этот матч просто-напросто не видел, но видит, что там Холанда не забил, и что над ним смеются в соцсетях, и поэтому решил подкинуть дровишек. И я обратил внимание на то, что плохая игра нападающего и выключение нападающего соперником – это разные вещи. То есть в первом случае у нападающего просто нет моментов. Понятное дело, это вещи, у которых есть общий элемент, скорее всего, нападающий не забил, но в первом случае у нападающего нет моментов, его выключили. А второй случай – это у нападающего были моменты, но он себя в этих моментах плохо проявил. Ну и, конечно, Холанда второй случай, и меня немножко повеселило, что многие говорят о том, что Ливерпуль выключил Холанда. Отсюда, наверное, родился такой вопрос. Ну, если немножко отнестись к нему серьезней, то нет, я думаю, что это не повод заранее короновать Ливерпуль, и уж тем более из матча в Суперкубах мы скорее узнали, почему Холанд может прилично забивать за Манчестер Сити, а не почему у Холанда в Манчестер Сити не получится. То есть моментов у него было достаточно, и это важный фактор, если мы именно пытаемся проецировать его будущие достижения. То есть никто не должен хвалить его за матч, где к нему вообще во всех отношениях было много вопросов, в том числе по реализации. Но в то же время одно дело критиковать, другое дело делать обоснованное предположение о его будущем. Делая обоснованное предположение о его будущем, мы должны учитывать, во-первых, сколько моментов он получает в этой системе, во-вторых, что мы знаем о его карьере в прошлом, каковы его данные для того, чтобы этими моментами пользоваться. Если это сопоставить, то уж точно пока не просится вывод о том, что Холанд будет выключен и провалится в АПЛ. Так, час без перерыва мы говорили про ожидания от АПЛ. Мне кажется, я уже не вкладываюсь в график стрима, ну график, который я себе наметил для того, чтобы там успеть вовремя к началу матчей. Ну ладно, еще времени недостаточно, может где-то будем ускоряться. Но по плану у нас сейчас ускорение, ускорение нет, заход в чат для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Я смотрю, у вас почти 800 человек, сегодня феноменальная активность, все мы рады тому, что начинается сезон, можно от этой радости еще проявить активность, подписаться на канал, потому что лайки я уже просил ставить, сейчас можно просто подписаться на канал, особенно если вы смотрите регулярно или если вам какие-то мысли нравятся, рассуждения, может быть, толкают вас на другие, уже ваши собственные мысли, которые вам уж точно понравятся. В общем, давайте отвечать на вопросики. Так, Манчестер Сити в это трансферное окно продает или не может удержать игроков до глубины состава? Это не может настораживать. Какое ваше мнение? Ну, тут я уже ответил, ответил я вам, вернее не вам, а другому пользователю. Следующий вопрос, вам не кажется, что у Сити будет переходный сезон? Относительно того, что мы наблюдаем постоянно у Сити, да, мне кажется, что у Сити будет переходный сезон, но переходный сезон у Сити, образца переходного сезона, это все еще Сити, который может выиграть титул АПЛ, так что не думаю, что это дает нам очень много понимания. По сути, все, что я сказал об этом диапазоне неопределенности у Сити, да, это синдром переходного сезона, но переходный сезон, это не обязательно сезон, который уже провалился, и мы постфактум на него вешаем ярлык переходного. Переходить можно по-разному с разной динамикой, так что я бы не хранил из этого фактора Сити заранее, но такое определение я мог бы применить к Сити. Вадим, вы допускаете, что может сложиться такая ситуация, когда Альварес будет полезнее в системе Пепа, и в угоду титулам Холланд сядет на скамейку? Я думаю, что это возможно, но и думаю, для этого потребуется что-то в духе прошлогодних проблем Лукако в Челсе, то есть какой-то очень основательный кредит доверия, даже, может быть, кредит мучений для команды будет выписан на интеграцию Холланда в систему Пепа Гвардиолы, но думаю, такое возможно, сезон длинный, и проблемы потенциальные могут возникнуть. При этом не обязательно Альварес должен его заменить, может его заменить просто-напросто вариант без нападающих. Вот в этом отношении я бы не забегал вперед. А так, да, я думаю, что у Пепа достаточно влияния, может быть, не для того, чтобы, например, вынудить клуб не подписывать Холланда вовсе. Да, я думаю, сам Пеп понимал, что, учитывая возраст, Холланд прямо важный трансфер и очень хороший во всех отношениях для клуба, и что это ситуация, где уместно адаптироваться, например, там под Роналду, когда он отказался это делать в прошлом трансферном окне, неуместно было. А вот под Холланда это другая ситуация. Так что я думаю, что Гвардиола все понимает, но у него влияния достаточно для того, чтобы, как минимум, в тот период, когда он работает с Холландом, принимать любые самые радикальные решения. При этом он не враг себе и не враг клубу, и заранее, конечно, гноить в резерве Холланда никогда не стал бы. Но если все действительно будет идти не по плану, и еще там проблемы с уверенностью начнутся у Холланды, то я такой вариант не исключаю. Да, вполне. Тарас следующий вопрос задает. Сити продал тройку игроков, но подмена пришла только на позицию Жедоса. Не считаете ли вы, что Сити очень поспешили с продажами, не имея на руках контракта с тем же Кукурелли? Или и каким-то вингером? Ну, нет, вы, мне кажется, плохо владеете контекстом Сити. Простите, что так высокомерно отвечаю. Ну, во-первых, есть и фактическая ошибка. Но Сити купил еще Филипса, и Сити купил еще Холланда. И, понятное дело, Альвареса. Так что, мне кажется, что просто-напросто Сити количественно не так уж сильно потерял. И мне кажется еще, что важно учитывать, что есть Коул Палмер. Я не знаю, слышали ли вы о таком, но присмотритесь к нему, к этому парнишке. Он может играть сложную девятку, может играть на позиции Махреда на правом фланге. Но он очень крут. Я думаю, что Гвардиола рассматривает его как новый трансфер. И он бы не рассматривал его как новый трансфер, если бы не уровень, которого уже достиг Коул Палмер. То есть для галочки просто дать шанс молодому из-за того, что никого не купили. Я думаю, Гвардиола этим путем не пошел бы. В Сити он этим путем не идет. Даже Фодона он достаточно долго мариновал, перед тем, как начал регулярно давать им игровое время. И вот мне кажется, Коул Палмер в глазах Гвардиолы созрел для того, чтобы стать основным игроком. Так что давайте его засчитывать тоже, как еще один трансфер. В итоге, мне кажется, даже количественно Сити немножко выиграл. Но в то же время я не отрицаю того, что на конкретную позицию, на позицию фулбека, левого защитника, который по цепочке даст вариативность в использовании канцеллу, Сити, конечно же, нужен еще один игрок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!